Продолжение следует... Во-первых, нам это интересно, нам самим это интересно. Ну, собираются, знаете, вот люди там поговорить, там попить там пиво там, поговорить там о рыбалке, о футболе, об охоте, о женщине. А тут собираются какие-то странные люди, говорят об истории. Ну, нам это интересно, это во-первых. Во-вторых, мы хотим даже для себя зафиксировать, зафиксировать точку зрения. Вот зафиксируем ее, свою точку зрения, это будет интересно даже для будущего. В-третьих, если кому-то будет интересно вступить в диалог, да ради Бога, пожалуйста. Какие-то, может быть, факты еще интересные. И только спасибо скажем, потому что мы можем ошибаться и это самое, что-то не точно сказать, это вполне возможно. Допустим, я дилетант в истории, батюшка закончил высшую духовную семинарию, очень высшую. Да, и поэтому его точка зрения, именно как человека, очень долго проработавшего в духовной среде, на таких высоких должностях, с опытом, да. И человек, закончивший вот такую высшую духовную семинарию и имеющий такой богословский, профессионально даже такой взгляд. И вот мне лично его мнение очень интересно. Ну ладно, продолжим. Мы закончили в прошлый раз на крещении Руси, кто-то закончил, кто-то найдет. Первый метрополит, да. Там были интересные вопросы, пожалуйста, смотрите. И предоставляю слово. Я рад приветствовать и вас, и наших зрителей. И добавлю то, что, зачем мы это делаем. Дело в том, что наша главная задача – это осмысление важных исторических моментов, очень важных. И именно причины их происхождения, а также последующие события, которые привели к огромным переменам в нашем Отечестве, вплоть до известных уже самых ближайших нам времен, они почерпают собою, несомненно, в глубинах истории корни свои и свое основание. Поэтому мы с точки зрения науки, не с точки зрения житий святых, не с точки зрения каких-то таких клише исторических, религиозных и всяких разных постараемся рассмотреть события беспристрастно. Они ведь происходили везде, и в Европе, и кругом это происходило. Это не значит, что в Китае тоже происходило. Но именно нашей духовной истории, которая послужила к определенным созиданиям, определенным ценностям русского народа, о которых сейчас постоянно говорят. Дело в том, что именно отсюда и проистекает патриотизм. И как бы некий, вот знаете, вот опь, река опь образуется из слияния Катуни и Бии. Вот точно так же и образуются и духовные ценности, и слияние разных таких светских и духовных событий, в которых они проявляются иногда в положительном, иногда в отрицательном смысле. Но к этому надо отнестись беспристрастно. Это как, знаете, удачные эксперименты и неудачные эксперименты. История постоянно над людьми ставит эти бесконечные эксперименты. И если люди, государства выдерживают этот эксперимент, то тогда хорошо. А если нет, то последствия бывают очень страшными и ужасными. Поэтому наш подход простой. Мы не собираемся никому ничего проповедовать. Мы хотели бы беспристрастно взглянуть на определенные исторические события и эти факты использовать для того, чтобы не повторять ошибок древности, не повторять каких-то заблуждений, а ко всему относиться более-менее разумно, логично и научно. Да, мы остановились на первом митрополите Михаиле. Значит, ну тут очень много есть различных сложных сведений таких, потому что на самом деле первые три митрополита вообще не упоминаются нигде в российских источниках. Только в житиях, да, где-то святых, да, они упоминают, да, Михаил упоминается в житиях святых, но нигде это подтверждение не имеет. И поэтому, например, первые три митрополита, вот это митрополит Михаил, митрополит Леонтий и митрополит Феофилакт, они вообще меняются часто местами. То есть некоторые говорят, что это начало 11 века, и получается, что по сведениям, например, византийским упоминается один митрополит, по житиям святых другой, и поэтому трудно как-то это классифицировать. Но все-таки из краткого жития мы знаем, что человек был греком, был книжным человеком, грамотным, ему поручили связи с Россией, как посольство некое. Ну и вдобавок, конечно, он очень боялся этой далекой, холодной, дикой земли. Мы будем считать его по официальной хронологии, не будем, потому что сведений мало. Он до 1991 года был митрополитом. После него был митрополит Леонтий, тоже из Греции, он целый год ехал в Россию, будешь в 92-м году только прибыл. И до 1007 года он управлял... Довольно прилично. Да. Вот эта эпоха, этот момент, это очень важная такая вещь. Почему? Потому что в этот момент монастыри получили в России. Киево-Печерская лавра получила в этот момент... Ее как бы таково еще не было, лавры, да? Но первые монахи... Первые молитвенники появились. Появились на этой горитой. Не зря, это я не зря это упомянул. Дело в том, что вот эти епископы из пересказов, из житей, уже у них есть назидание монашествующее. Ну раз есть назидание, значит уже появились и монашествующие. Значит, вот Феофилакт, это вообще первый митрополит, о котором упоминают не только жития святых, но упоминают также и разные источники из византийских летописей, даже из европейских летописей. Ну тут необходимо упомянуть, почему это происходило. Дело в том, что в это время очень сильно польские князья и в это время очень сильно различные католические направления, будем говорить, сморавские, еще не столько польские, сколько моравские, пытались распространить свое влияние на Русь. И поэтому они, если мы думаем о том, что в этот момент была какая-то глухомань, и никто ничего не знал там про Россию, и не было таких добрых и серьезных контактов, мы ошибаемся. Наоборот, постоянно оттуда ехали разные всякие посланники, и вдобавок они даже приглашали наших к себе в гости, где проводили разные беседы по поводу там... Прочищали мозги. Да, да, да. То есть ишло, точно как и сейчас, попытка промывания мозгов по всем направлениям. Добавлю, что это княжение князя Владимира еще. Да, это еще княжение князя Владимира, и уже буквально первые годы после его княжения. Значит, князья Владимир ни в коей мере не дал свободу церковную какую-то. Владимир держал очень все в своих руках, власть. Его власть ни на кой грош не ослабевала никогда. Он следил за всеми назначениями епископов в Новгород, например, или там Переславль. Он следил очень внимательным образом даже назначения кафедральных протопопов, там протеереев, которые были возле епископов. Это он, видимо, зная о возможности всяких восставок. Прошу прощения, у Владимира еще тогда не было, когда был Ростов. Ну да, 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 да. Восстание, я имею в виду Владимира, самого князя Киевского. Да, он держал это в руках, потому что, боявшись народных, зная русский народ буйный, старались не давать ему лидеров из духовенства, которое могло тоже участвовать в различных таких народных восстаниях. После этой эпохи, это уже вот 1008 год, 1035 год, идет Иоанн I. Это митрополит был тоже, это все греки. 1008-1035 год. Да, он очень долго. То есть, это человек, который похоронил князя Владимира и долго прослужил при Ярославе. Абсолютно верно. И он, именно, он переход эпох. Его время, это Борис и Глеб, то есть, вот, их кончина блаженная. Его заслуга в том, что он перевез их мощи в Вышгород и похоронил в фрихраме. Его заслуга в умиротворении большом между князьями, потому что ему к нему обращались как к духовному руководителю. Хотя, у нас очень скудная о нем информация, но вот именно освящение храма уже даже в Идовицком монастыре и особое почитание в народе вот князей Бориса и Глеба, это его труды. Он даже писал первые такие духовные произведения, которых повествовал о чудесах Бориса и Глеба, князей. К сожалению, история здесь припасла нам и негативные моменты. Дело в том, что невозможно с точностью определить, кто же убил Бориса и Глеба. И убил ли их святополк окаянный или нет. Это очень серьезный исторический вопрос. И вот как раз это те подводные камни исторические, которые до сих пор мы на них можем натыкаться. Дело в том, что, к сожалению, многие греческие летописцы, особенно вот сейчас недавно профессор Московской академии Ситников обнаружил в Европе сказание о русском князе Ярославе, который убил Бориса, князя, своего брата, для того, чтобы тот не был ему конкурентом в Киеве. Когда он святополка, когда он занял. И поэтому, а раз Ярослав, то получается, что Ярослав Мудрый, по сути дела, был участником убийства, по крайней мере, Бориса. Если Глеба, может быть, был и святополк, то Ярослав Мудрый, потом желая скрыть свое участие в этих событиях, возможно, и переписал это в летописях. Об этом еще, кстати, очень интересно свидетельствует, это уже доказанный факт, изучающие люди, которые изучают хорошо переводы и изучают особенно наши русские летописи, очень удивлены тем, что у Нестора вдруг заново начинается рассказываться это событие, как будто он раньше об этом не рассказывал. Он заново вдруг начинает говорить о Ярославе Мудрым, о том, какой он хороший и какой он прекрасный. Как бы, это явно, и само стиль написания говорит о том, что это позднейшая вставка. То есть, это вставили уже, когда Нестор давным-давно уже благополучно почил в пещерах Лавры, и вставили вот эту вставочку о гибели Бориса и Глеба, желая легитимизировать власть Ярослава Мудрого. И еще очень один примечательный факт. Дело в том, что по летописям Ярослав Мудрый, ну это уже просто, ну там, ангел Божий. Везде он-то столько сделал, там просто лучше его не бывает на белом свете. Но никто после его кончины, нигде мы не слышим ни одного слова о его канонизации. Чтобы кто-то сказал. Обычно, когда у нас в России принято, если умирает хороший человек, то его после смерти сразу начинают так хвалить, и петь ему разные дифирамбы и акафисты, а про Ярослава Мудрого тишина. Хоть его и в Софии похоронили, и гробница его мраморная там до сих пор стоит, и все, но сомнения были, видимо, какие-то у людей, а может быть, они знали больше, чем мы знаем сейчас. И вот эти два факта о том, что найдена летопись в Европе, европейских произведений Варягов, которые свидетельствуют, что он сам подослал Варягов, чтобы убили брата его, и там прямо конкретно это указывается, и наши летописи, в которых он вдруг такой хороший, но канонизировать его никто не собирается. Это говорят, что боялись, но все-таки знали, что мы без греха. Если понятно, да, это я добавлю немножко, потому что профессиональные историки сегодня разделились где-то 50 на 50 по этой теме, и еще там приводится в пример какой-то немецкий хронолог, который отметил, что в это время убийство Бориса и Глеба Святополк еще сидел в темнице. Абсолютно верно, да. Это у гермарского какого-то хронолога. Я тоже забыл упомянуть факт, что Святослав сидел в тенице. Поэтому историки, конечно, все понимают, что хронологи тоже могут ошибаться кое-чем, но проходит анализ такой, где-то 50 на 50. Да, Ярослав был не ангел. И вот как раз вы упоминаете, значит, правление митрополита Иоанна, да? До 35-го года. До 35-го года, да. В это время еще отмечено княжением властью Думы Верата на Руси. То есть Ярослав правил практически не один, он разделился со своим братом Мстиславом Черниговским. То есть в результате войны, определенной между ним состоявшейся, но они потом примирились, и я думаю, Иоанн сыграл в этом исключительную роль. Несомненно. Даже, знаете, есть указание на то, что князья вместе приезжали к нему на совет. Это и есть такой момент, это несомненно. Он был очень грамотный человек, и вообще старались, к этому же времени греки оценили мощь славянского народа и начинают присылать уже таких митрополитов, которые были не просто там боялись, а которые бы могли сделать союз, могли играть определенную серьезную политическую роль. Вот, например, следующий этап, который мы сейчас с вами посмотрим, это вот, значит, митрополит Феофилакт, который до 1939 года управлял, и потом после него сразу же митрополит Кирилл I. Кстати, его почему-то нет в летописях, и нигде он в летописях убран. Это говорит о том, что, скорее всего, он был с князьями в каких-то недружеских отношениях, потому что в греточеских летописях он есть, а у нас он вдруг как бы исчез, хотя он правил 11 лет. Это большой для тех времен, это обычно большой период, потому что византии императоры по полгода правили, и их травили, а тут 11 лет это целое... Не правил, а управлял митрополией. Да, да, управлял митрополией. Да, киевской митрополией. И вот это событие говорит о том, что, видимо, он делал какие-то... Как раз мы знаем, это эпоха очень сильных таких княжеских... Несмотря на то, что приняли христианство, князья отнюдь не оставили своих обезьянье языческих замашек. Они постоянно вечная грызня за власть. В 1024 году было восстание в Суздале язычников. Это уже другое, это уже другое, да. Вот это нужно упомянуть. Мы прошли, это как раз во времена еще Иоанна. Да, это было все во времена Иоанна. И его даже, его время и почитание, первое почитание Бориса Глеба на Руси. Ему приходилось ставить епископов в такие города, как Новгород, или Переслав, или Суздаль, где... Прошло возвращение, мы обратно. Да, где мы немножечко отойдем назад, где еще были очень сильны языческие традиции. И крещение там проходило с большим трудом. Люди воспринимали это как княжеское насилие. Тем более мы отмечали, что это еще не была ортодоксальная греческая церковь на Руси. Абсолютно. Могли быть и монофизиты, и григорианцы. Кстати, недавно совсем про... Ну, я вот недавно встречал, что в Софийском соборе обнаружены григорианские надписи. Конечно. Вообще, Софийский собор на древнем армянском языке. Вообще, ну, монофизиты, по сути дела, от нас ничем не отличаются. А вот о Риане, конечно, это очень серьезно. Да, это другой вопрос. А вот если армянскую брать, церковь, там практически нет никаких отличий. Тем более, там, вот эти древние века, там, ну, практически разницы какой не было. Ну, берут они Кирилла Александрийского толкования. Ну, тоже святой, прославленный. Вот, поэтому я что хотел здесь упомянуть. Вообще, Софийский собор, это удивительная, конечно, вещь. И его форма, и его... Он появился в связи с тем, что Ярослав все-таки начал пододвигаться к греческой ортодоксии. Он уже не просто начал подвигаться, он принял конкретное... Да, да. В связи со всеми вот этими событиями он принял конкретное решение о содружестве с Византией, о союзе, а, следовательно, и о церковном союзе. То есть, о полном церковной идентичности, будем говорить. И по всей Руси у нас воздвигли три Софийских собора. Фиевский, Полоцкий и... Который всегда... В Миновгородске вместе с Золотыми Вратами, София, Премудрость Божия, Киевская, и, конечно, вот... Полоцкий не сохранился? Нет, там не сохранился. Он часто бедный половцами, грабливый Полоцк. Очень много раз сжигался, и он практически не сохранился. Новгородская София сохранилась очень хорошо. Что-то что-то. Новгород меньше всех страдал от этих бесконечных набегов. Особенно набегов татар, он меньше всех пострадал. Хотя немцы туда частенько тевтоны ходили. Но от татар он пострадал меньше. И все-таки тевтоны были более такой европейский вариант. Если грабили, то, наверное, хоть по крайней мере не разрушали совсем до конца. Потому что как сжигали Киев, сожгли Киев татары, так никогда Новгород, таким разрушением Новгород никогда не подвергался. Можно маленькую историю про себя? Меня в 14 лет, когда было, родители свозили в Новгород. Просто на один день экскурсии. И вот этот потрясающий вид новгородского Кремля, Ярослава во дворе, через реку по дворе, где находятся там самые древние... Ну, конечно, меня тогда торкнуло. Именно вот это прикосновение к этому всему. Когда я с мальчиком увидел вот эти все... В Софийском соборе вот эту вот... Как она называется? Не будка, а где там Иван Грозный молился. А, царское место. Царское место. Да, царское место. Это такой вот типа Стасидия, такой с навершием трон такой резной, где он молился. Да, именно в Софии. Ну, извиняюсь. Это везде так принято. Это во всех, где цари были... Вот Успенский собор в Кремле. Там тоже есть царское место такое, где цари и царевны. С одной стороны царица молилась, с другой стороны царь. То есть там специальные вот эти сделаны для царей. Это не трон, а вот именно такие Стасидии, молитвенные царские места. Мы отмечаем, что это именно приход к греческой ортодоксии, вот это воздвижение вот этих трех Софийских соборов по всей Руси. Абсолютно тоже верно. Так и есть. Этот период еще мы должны... Еще один очень серьезный факт. Значит, мы заметили с вами, что греки боялись очень русских князей и очень старались минимально минимизировать свое вмешательство в дела русских. Потому что эта эпоха как раз ведома бесконечными травлями византийских императоров. И епископы знали, что они туда могут отправиться тоже очень быстро. И поэтому они были очень осторожны и редко, очень редко принимали какие-то очень такие политические решения. В основном они занимались своей вот именно пастырской деятельностью. Но невозможно всегда быть в стороне. Это просто никаким образом невозможно. И вы уже упоминали сегодня. Вот значит, суть дела такова, что про митрополита Кирилла мы говорили. И следующий после него это митрополит Иларион. Ну, это уже вообще совершенно так. Это первый русский митрополит. Да. Самое странное, что греки, конечно, были очень против этих всех движений. Они крайне негативны. Но нельзя забывать, было очень много греческих священников. Не только епископов, но и греческих священников. Они были крайне негативны к русским митрополитам, потому что, естественно, они все боялись за свои хорошие должности. Как и сейчас нынешние священники боятся. Поскольку пока ты настоятель, пока ты имеешь какие-то там возможности, это одно. А когда ты никто, то ты, естественно, никто. Поэтому поставление митрополита Илариона было с большим трудом. И кандидатура его, именно его кандидатура, она была выстрадана собором, русским собором. Это как происходило? Согласование архиереев, согласование князя, и кандидат ехал на поставление в Константинополь. То есть его поставили? Да. Его в конце концов убедили Константинопольского патриарха, тем более, что он был, Иларион, грамотный. Нам известно его произведение, слово о законе и благодати. Это практически первое из русских богословских таких вот трудов, негреческих, потому что греческие митрополиты тоже писали там всякие. Но это неудивительно. Они были учениками греческой школы, они уже тысячу лет писали эти труды. Причем очень известные. Да, это слово о законе и благодати очень известное распространение получило, поскольку оно еще и как бы первый такой литературный русский труд. До него каких-то произведений русских писателей практически неизвестно. Хотя... Даже политические. Да, даже политические. Хотя, интересный момент. До него был поставлен, уже был епископом в Новгороде, еще поставленный при, вот как раз при Кирилле, Лука Жидята в Новгороде. Да, известно. Так что, это был... Иларион был первый русский митрополит. А вот уже новгородский епископ, первый русский епископ, был Лука Жидята. То есть, не... Иларион был... Не был первым русским епископом, он был первым митрополитом. А до него, да, уже был Лука Жидята в Новгороде. И поэтому отношение такое вот уже было, это как бы подготавливало почву. был начало русский епископ в Новгороде, потом Илариона послали на утверждение. Можно маленькое хронологическое уточнение. Это был конец периода правления Ярослава Мудрого. Это самое окончание его последние годы жизни. И вполне возможно многие историки предполагают, что Ярослав как-то с греческими, с греческой вот этой ортодоксии, с Константинополем, наверное, все-таки вошел в какие-то противоречия, что поставил именно русского митрополита и настоял над этим. Да, дело в том, что он никогда Ярослав, будучи там много у него из подводных камней, но Ярослав был всегда очень большим государственником. Это было несомненно. Как вот, например, Екатерину Великую тоже, она же немка, но она была очень государственным человеком. Помните, как она императору этому самому Иосифу сказала «Ну как вам мое маленькое хозяйство?» Когда она его провезла из Киева. Поэтому здесь Показала ему флот. Да, показала флот. Потом его вывезли. Ну и вот, значит, что интересный, какой момент. Значит, Иларион был всего три года. Его труд нам известен, все, но его эпоха еще одним очень важна событием. Это разделение восточной и западной церквей. Это отделение католицизма. Не думайте о том, что это происходило в каком-то вакууме церковной. Об этом знали все. Пусть не через час, когда кто по телефону что-то позвонил, но через несколько месяцев об этом знали все. Потому что вот этот скандал в Константинополе, вот эти вот взаимные проклятия, анафемы, посланники Папы Римского, наоборот, все это. После этого сразу, естественно, что началось? Все бурило. Да, партии эти, развалившиеся на две части, то есть Римская церковь и Византийская, они стали искать поддержки. Везде, где только можно. Во всех. То есть, каждый смотрел, кто встанет на сторону Папы Римского, кто в сторону Патриарха. Два Рима. Это же было два Рима, по сути дела. Кто встанет на чью сторону. И поэтому именно в этот момент были посланы огромные делегации и в Русскую. Приехала целая большая делегация в Россию по поводу, чтобы мы поддержали Римского Папа. Понятно. Потому что было, это же они, это все были православные. И как бы Папа тоже был православным. То есть, нужно было разобраться, кто же православнее, Римский Папа или Константинопольский Патриарх. Прошу, что разделопрошу. Маленькое уточнение. Перед этим все-таки с Западной Церкви уже были миссии. Это Римский Папа Дальберта, который приходил к Ольге и пытался склонить на сторону Западной Церкви. Но это не про Катюшку. Но она не Западная, она тогда была единая. Единая, но все-таки симпатии на... Да, но выглядело это сейчас так, как будто, допустим, поругались... Терки были. Да, патриарх поругался московский и митрополитки, например, этот самый, Санкт-Петербургский. Маленькое уточнение. Да, и вот между ними кто же из них правее? Вот и шла такая история. То есть, следовательно, с другой стороны, греки прислали, боясь того, что римская церковь может сильное влияние оказать на русскую церковь, как бы вдруг киевские митрополиты или там новгородские не приняли сторону Папы Римского, поехали большие делегации, которые написали 20-30 пунктов латинен, которые вот чем латинене отвергли себя от православия. Да, те писали за, те против и шла вот такая вот война по поводу чью же сторону примет русский народ. И как раз в это время был назначен митрополит Ефрем. Он, этот митрополит Ефрем, тоже был из греков, очень грамотный человек и его, именно в его эпоху стоялись вот эти все прения и его заслуга, что все-таки сторону Константинополя, сторону Византии, российские князья, даже в сложный такой политический момент, российские епископы не перешли на сторону, не поддержали латинскую трактовку, латинскую версию. Ну понятно, раз грека назначили, естественно, он уже... еще очень интересный факт из его жизни это Лука Жидята. Дело в том, что Лука в это время была клеветом и его из Новгорода чуть не в клетке епископ Новгородский был там дудник у него какой-то там дворовый лакей в общем такой был и этот дудник некий он на Луку написал донос и причем донос в такой хитрой форме, что он там был обвиненный в смертных грехах и чуть не в измене родине и все что угодно и как у нас всегда на Руси и причем это было так хитро подстроено, что этому делу вняли и его отстранили от епископа Стволукова и три года он просидел в тюрьме три года вот как раз при этом самом Ефреме народ был крайне возмущен этим всем делом но Ефрем оказался грамотным человеком и назначил очень такое когда он понял что ничего хорошего с этого не будет назначил очень сугубое дознание и поехала туда целая представительская комиссия в Новгород и разобрались и оказалось что это просто обыкновенный донос и ничего под собой он практически ничего не имеет и посмотрите древние люди еще могли быть справедливыми и Луку выпустили с почестями с наградами а этого очень серьезно казнили отрезали ему там нос уши в общем очень серьезно его наказали по Ярославской правде за клевету и доносы не оправдывающихся там было очень серьезно но Лука к сожалению уже было подорвано его очень сильно здоровье и он даже не смог доехать по дороге в Новгород он умер но что интересно значит здесь обязательно нужно упомянуть о том что до нас в разных летописях и в разных житиях святых и в разных трудах потом уже поздних богослов дошли некоторые слова Луки Жидяты например его слово на поставление в епископы в которых он в простых совершенно в простейших словах назидает людей о том что нельзя убивать красть ну такие заповеди самые простейшие заповеди Божии и видно что человеку приходится еще очень сильно с язычеством бороться в то время бывшем в Новгороде в Новгороде ему приходилось и он видно вот это его слово было направлено и против языческих я уточню что слово это значит обращение тоже слово о законе о благодати слово проповедь слово о законе о благодати это проповедь просто ее записали на бумагу а так это все произносилось сомвона то есть это проповедь и вот получается что по сути дела вот эти простые бесхитростные слова Луки это даже раньше чем слово о законе благодати митрополита Илариона то есть это первые вот самые такие первые русских именно по происхождению епископов богословов первые духовные слова не слышал это очень не вообще Лука вообще интересная там много есть конечно тоже споров всяких но никто к его прозвищу не докопывается нет прозвища эти прозвища были только для того чтобы как-то отличать например одного Лука от другого Луки одного князя Ярослава от другого князя Ярослава одного князя Владимира от другого князя это не было кроме того мы знаем что в Новгороде была очень сильная кстати еврейская община всегда и в Киеве но в Новгороде очень она помните ересь жидовствующих в более уже поздние времена она всегда там держала руку на пульсе когда с Харием удрил да с Харием удрил давайте это сейчас пока не касаться давайте 11 век интерес давайте значит эти все бесконечные споры не могли закончиться никак потому что вражда между папой и патриархом продолжалась и вот после смерти Ефрема который тоже буквально недолго пережил и Луку приходит к власти в 65 году маленькое уточнение это Ефрем годы правления Ярославичей князя был триумвират Ярославовича во главе стоял его старший сын Изяслав и два сына помладше Святослав и все они тогда были между собой как бы в союзе правили дружно и управляли Русью по завещанию своего отца довольно нормально еще еще в этот период очень об этом сведено и наверное это благодаря вот именно Ефрем вот что я хочу абсолютно вы совершенно прав потому что я вижу что год его смерти это как раз начало раздора да именно вы совершенно вы совершенно правы почему какой здесь еще интереснейший исторический факт дело в том что как раз в самые последние дни Ефремовской жизни последние дни управления Митрополичева приехала огромная делегация от Папы Климента и видимо там было много шпионов и видимо было много взяток и видимо была куча денег когда вы видели что например кто-то с запада приходил без денег сюда и без каких-нибудь раздоров у нас если приезжают какие-нибудь посланники то они или кенскую волость хотят срочно быстро или это какой-нибудь от Мазепы привет или еще что-нибудь то есть эти люди обычно приезжали с взятками и с попытками влиять на князей и вот смерть Ефрема и вот эта огромная здоровенная делегация от Климента приехавшего от Папы Римского она произвела смуту видимо кому-то давали взятки видимо как-то попытались князей между собой рассорить там Изяслав захотел большей власти вот я думаю что было так его младшие братья пошли как-то между собой на союз Святослав и всего и когда возникла необходимость идти на Половцев когда Половцы поступали они из-за результата своего раздора не смогли это сделать да еще и боялись Киевского восстания и произошло Киевское восстание значит вот вы очень тоже верно заметили Изяслав первой кому пришли посланники Бабы Глимента значит раздор от них да раздор пошел от них значит известен факт что посланник какую он речь имел перед Изяславом что Изяслав что его объехали братья что его он должен быть первым что он должен иметь больше власти а мы с вами не должны забывать что это средневековье то есть что такое средневековье феодал это царь и бог главное это твои наследственные права вот если ты имеешь права на землю то все твое если не имеешь то ничего вот это краткий пример вы тоже поймете в чем дело вот когда пришел Мамай то с легкостью Дмитрий Донской ну как с легкостью но смог собрать князей и дать отпор Мамаю и побить Мамай почему потому что Мамай не был чингизидом и претензии Мамая можно было даже с точки зрения законов вот этих феодальных средневековых опровергнуть Мамай был просто вор и захватчик был чингизидом Токтамыш но Токтамыш который пришел не один удивительная вещь подумайте только значит Дмитрий Донской собирает князей дали Мамаю хорошо все видят что произошло как чего проходит всего два года и Дмитрий бежит пятками сверкая ни один князь из этих же которые не согласился даже слушать да близко выступить против законного царя против законного феодала против законного владельца феодала чингизи никто не решился вот здесь точно нет я к тому же привожу здесь пример что Изяслав он решил ему как бы может быть на его уши эта лапша легла равномерно и он решил что он действительно будет великим князем что он будет он незаконно его братья обошли там где-то у него то взяли то взяли то и вот это все его а вот там у него отобрали и он на этой почве решил вернуть себе кажущуюся ему отобранную у него власть ну какая власть отобрана он был киевским князем согласно листвичной системе действующей на Руси он хотел он был главным он ну как сказать может быть старшим старшим и они правили очень много лет между собой находили согласие я думаю все-таки здесь провокация была может быть провокация может быть провокация подействовали на уже тогда старико да 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 может старик может напугали тем что он уже стар и хотят его братья подвигать да уж что-то скорее всего не будем не важно но есть и другой момент именно в летописи указывается что они ему намекали на то что ему еще кроме киевской кучи земель должна принадлежать а братья ее владеют этой землей незаконно владеют а следовательно с нее собирают оброк там и прочее все остальное а должно идти ему в карман и они вот бабло впереди всего да вот именно вот мне кажется идея о деньгах она была самая главная ну и вторая конечно то что вот он уже в возрасте был как бы его не подвинули в сторонку значит что интересно значит после этого сразу еще примечательный факт вот Ефрем умер уже и пришел Иоанн II это был очень такой грамотный грек митрополит киевский да он был тоже константинопольским патриархом назначен первое что он делает он пишет против папы римского везде распространяет послание это уже свидетельствует о том что были проблемы и надо было как-то вот эти брожения в умах брожения в умах избежать то есть видимо и он знал эту ситуацию может быть Ефрем что-то там писал донесение в Константинополь что брожение в мозгах изяслава вот это смута и он сразу пишет папе клименту послание в котором прямо по пунктам 20 пунктов он там приводит перечисляя всякие латинские ереси там начинает филиок и заканчивая папе именно митрополит киевский пишет папе и это послание своем папе везде распространяет по всем епископиям тогдашней российской митрополии и наверное не только российской конечно он же и в Грецию сразу написал это как бы поднятие авторитета русской митрополии это свидетельствует что не просто так писалось вот это послание папе клименту тем более оно было так обширно распространено что оно дошло до нас вот так вот да и причем в очень неплохих таких списках и в римской библиотеке папской и в Византии везде это послание очень грамотное мотивированное толковое послание то есть если кто-то хочет разобраться чем отличается восточное православие от запад очень хорошо обратиться можно обратиться к посланию Иоанна по второму к папе клименту спасибо можно посмотреть за такое свидание и вдобавок он еще пишет по наставлению монахам по моему к чернористу Якову или Иоанну Якову по моему чернористу это уже вот второе послание которое до нас дошло его это уже внутреннее это как монахи должны там вот в монастырях как благочестиво должны вести свою жизнь он из еще его он погреб его эпоху его смерть Ярополка и погребение это его время вот то что известно Ярополка да который Ярополк Святославич а ну то есть за сто лет да ну нет почему за сто лет за сто лет это сто лет раньше Ярополк Святославич значит нет нет даже не тот Ярополк нет Ярополк это Ярополк который уже был из после уже из Мономахова гнезд нет стоп стоп это уже вперед тут что-то какая-то нестыковочка большая Ярополк Мономашич Ярополк Мономашич он правил после Мстислава Великого в 1132 году как же его Ярополка этого было отчества Ярополк Ярополк может все-таки Ярополк Святославич с него началось братоубийственные войны и вполне возможно он написал слово о братоубийственной войне когда первый брат пал не могу точно сказать какой именно Ярополк Ярополк был не один когда Владимир Святой еще не был великим князем киевским возникла первая братоубийственная расприя и в этой братоубийственной расприи тогда еще в 10 веке участвовали два брата там Святослав и ой не Святослав Олег 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 младший и Ярополк Олег погибает сначала и потом Ярослав пошел войной на Ярополка и убивает его вот это вот начало братоубийственных межкняжеских разборов и вполне возможно ну я предполагаю но дело в том что он погребение этого Ярополка было в Выдобицком монастыре и было освящение чем он чем в летописи я просто привожу и строчку из летописи нет Ярополк был христианин Ярополк был как раз последователь княгини Ольги значит он был христианин его может быть это именно была его идея для того чтобы как-то умерить князей может быть и он его погребает в Выдобицком монастыре и освящает храм Божьей Матери вполне возможно видимо Ярополк как первый христианин просто в летописи нет больше ничего я посмотрел в летописи написано что в такой-то год Погребоша Ярополка Выдобицк не вот по-моему Святославич значит это тот Ярополк или там даже как-то не Святославич а Святославуша или что-то такое знаете как по-славянски вот такое вот вот такое вот есть значит это сын Святослава может быть это сын Святослава как раз когда вот три брата столкнулись да скорее всего он был любимый любимец Ольги княгиней естественно был христианин и вполне возможно слово было посвящено ему может может быть и такое вот летопись только его погребение упоминает и говорит значит он в 89-м году Иоанн 2 скончался и был прислан грек Иоанн 3 который правил с 89-го по 91-й год буквально получается сколько два года 3-2-3 года какой год еще раз 1089-1091 я попрошу прощения тут маленькую вставочку пока далеко не убежали когда вот братья Изяслав и Всеволод и Святослав разодрались и не пошли и в Киеве было все-таки восстания киевляне потребовали для себя оружия чтобы отразить ну и там была очень большая неразбериха они вытащили Святослав ой Всеслав знаменитого Бречеславича из темницы поставили князем но это очень известная история я на ней не буду был такой Всеслав Веселав 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 даже у него была кличка такая вещей потому что он интересно то то его в порубь засунут то он великим князем да то в тюрьму посадят в тюрьму посадят и вот в это время произошло какое-то событие которое я помню где-то про него встретил читал я думаю домашнее задание для наших зрителей пусть они найдут тогда вот во время этого восстания какой-то из кто погиб во время этого восстания киевских духовенства мы с вами говорили и никак не можем найти кто-то из киевских священников может быть это был настоятель Десятиной церкви может быть Софийского собора не знаем он вышел с крестом для того чтобы умерение восстания этого раздора погиб потому что такие случаи когда священник выходит с крестом против буйствующей толпы для их усмирения это настоящий духовный подвиг и таких случаев у нас немного в истории и мы будем их отмечать ну я думаю что это вот еще знаете требует исторических каких-то определенных источников по-моему его звали Стефан по-моему ну не буду ну да мог быть какой-нибудь протопоп может быть да вполне надо поискать и если я найду я следующий кстати вот этот Ян Третий он был неграмотным человеком неизвестно непонятно по какой причине его Византия прислала то ли своих не хватало то ли раздоры какие-то были но он был о нем летопись пишет что он был не книжен из капец прямо в летописи указано киевляне написано воспринимали его как привидение как полумертвого он был настолько худ он был худой как одни уже на мощи был очень тощим это какой год год восемьдесят девятый девяносто первой ну это уже правление Всеволода младшего брата Всеволода Ярославича знаменитого отца Владимира Мономаха то есть там было правление даже тоже думверата отца и сына сын выполнял все самые важнейшие поручения государственные он поддерживал отца Всеволода это было тоже довольно таки удачное правление у нас всегда я тоже хотел отметить этот факт у нас всегда когда преемник и предшественник в единомыслии глубоком у нас всегда были очень благие времена вот к сожалению Владимир не стал преемником своего отца согласно лестничной этой системе потом он пропустил еще правление Святополга вот значит чем знаменито очень вот это правление мало что вот здесь исторические княжеские события так вот еще чем интересно правление вот и всего лишь трехлетнее правление Иоанна Третьего дело в том что в это время папа Урбан пригласил делегацию от русской митрополии на собор в город Бари где делегация наша русская приняла участие в освящении храма и гробницы Николая Чудотворца святителя Николая Чудотворца того самого европейского епископа Мерликийского папа собрал это специально для того чтобы примириться как-то то есть это опять же говорит о том что это всего навсего прошло 20 лет после раздора этого папа не оставлял попыток о примирении восточной и западной поэтому он взял с дальних рубежов пригласил к себе целую делегацию пригласил русскую да Иоанн третий принял это и отправил целую делегацию в баре и причем известно что она заседала с 10 по 15 сентября то есть прямо сейчас мы с вами записываем вот в 1089 году смотрите в древности были попытки какие-то к примирению конечно вот это первая такая русская делегация приняла участие в попытке примирения между Константинополем и Римом то есть причем папа видите сам проявляет инициативу не это самое не Константинопольский патриархат а вот римский патриархат проявляет инициативу но это как раз спокойно отнеслись все потому что и их делегация тоже присутствовала но наши приняли участие в освещении то есть освещали эту гробницу и были там прямо богослужения а эти приехали попозже и уже не принимали участие примирение не состоялось скандал это говорит о том что еще никак не было точно зафиксирован этот раскол видите даже вместе служат то есть совместное служение еще совершают не было такого вот прямо чтобы это было экуминисты были да были экуминисты значит в 91 году скончался Ян 3 и на протяжении 6 лет в связи с всевозможнейшими скандалами 5 лет не было митрополита в Киеве пока назначили пока приехал в связи с византийскими проблемами именно с нестроениями в самой Византии и вот только в 96 или 97 году приехал митрополит Николай о котором мы знаем что он был входил даже в сенат в сенат Византийской империи при императоре будучи родственником императора и был очень грамотным был дипломатом был очень серьезным человеком и он пробыл всего лишь буквально Николай и был отозван в Грецию в каком году назад в 12102 году тогда маленькая опять историческая справочка прошу прощения но наверное будет интересно как раз вот это вот период когда приехал Николай это уже правил святополк Изяславич который согласно листвичной системе был Владимиром Аномахом пропущен он не стал с ним бороться спорить за вас но как раз 1097 год это знаменитый Любичский съезд князей когда они ну не впервые конечно было и до этого но по старину назывался не съезд а с ним вот они собирались и Любичский съезд он оформил как бы княжеские владения между собой чтобы не было распри вот эти вотчины вотчины и вполне возможно вот это вот связано может быть с именем вот нового греческого вот этого митрополита вполне возможно потому что 1097 год я вот отмечаю далее до 1113 года правил святополк изяславич он же Михаил это уже митрополит Никифор и митрополите Никифор значит вот Николай был отозван видимо он наверное скорее всего и приезжал с этой целью то есть это наверное был такой греческий посол который должен был выполнить свою функцию и его он выполнил видно ее на дело эти поделил там как-то вот эти вещи они решили между собой и он был отозван хотя раздоры потом будут а как можно это как болезнь одно вылечили другая наступает но Владимир Мономах в это время как раз это было поднятие его авторитета на древней земле хоть он не был первым таким киевским князем он был по-моему князем Переславским если мне не изменять память но он участвует да Переславским потому что он на южных землях держал половцев он был князь воин очень авторитетный очень справедливый для древних времен это один из авторитетнейших справедливых личностей который все делал для того чтобы русская земля была объедена в каких-то единых целях борьбы от общего врага и прекращения княжеских междоусобиц вот это его самое главное достоинство я думаю именно может быть как раз связано было приезд вот этого митрополита николая и вот это начало этой деятельности по примирению я думаю наверное какой-то общей мировой вполне возможно потому что не создав общую духовную платформу невозможно было помирить князей и как раз вот все самая такая будем говорить эпоха уже Ярослав Владимира Мономаха сейчас опять на сто лет назад Владимира Мономаха и вот именно вот такого становления русской государственности и единения князей прошли при следующих двух метрополитах да это уже да вот тысячу оставить мы упомянем немножечко об этом а потом уже придем к митрополиту Михаилу Второму и вот уже к смутам которые были после Мономаха значит Никифор приехал в 104 году он был из Суры это достаточно уже известно это Малайзия в Малайзии город был грек современная Турция Малайзия он был грек и тоже был очень грамотный человек и находился с императором Растве как раз был армянин императора армянская такая ветвь и привез с собой он даже какую-то княжну по-моему княжна была какая-то Анна племянница там какая-то императора и она то ли она я не знаю она вышла за какого-то замуж русского князя или она была просто ему как посол от императора как некое утверждение от императора сложный вопрос не помню да но дело не в этом дело в том что точно этого никто не знает потому что то что нам сохранилось да вот какие сведения в летописях и прочих это можно ну хотя бы немножко утверждать о чем-то а то что нет то что не сохранилось нечего говорить он правил долго сколько он до 1021 года правил 100 121 года то есть до 1125 года правил Владимир Мономах да еще после он умер при Мономахе и будет вот сейчас это мы упомянем значит чем знаменит Никифор Никифор привез в Киев мощи великомученицы Варвары которые сейчас в соборе правда сейчас у митрополита Филарета но они там находятся еще с того времени это вот Никифор привез с собой великомученица Варвары его главная заслуга это очень серьезное почитание Бориса и Глеба он написал книгу о их чудесах написал много он много дошло до нас от него дошло трудов вот он например Ярополку писал о латининах послания вот он писал книгу чудеса Бориса и Глеба ну как книгу будем говорить жития Бориса и Глеба вот и Мономаху писал целое духовное назидание о посте молитве и о том как Господь церковь свою насаждает восточных пределах российских то есть это было такое промывание мозгов Мономаху что вот шел Мономаху очень много грекам обязан ибо они ему дали духовность они ему дали церковность они ему дали знания в общем такое было промывание мозгов ему Мономаху тоже не промах он тоже оставил завещание да Мономаху тоже не промах и оставил завещание значит в 21 году Никифор скончался и дальше вот последний митрополит который мы сегодня вспомянем это митрополит Никита значит он был всего-навсего он как раз практически вместе с Мономахом и умер с 22 по 26 год да он был и единственное что мы хорошо достоверно знаем о том что он очень утверждал уже российские кафедры ставил епископов себе помощников русских русских да вот епископа Симеона он поставил Владимир Волынский а потом поставил епископа Марка в Переславль Залезский но я прошу прощения Переславль Залезский Переславль Переславль да не Залезский Залезский Переславль именно в Переславль Южный Переславль да Южный Переславль дело в том что тогда он входил вот этот Южный Переславль в Суздальский Епископию или Смоленскую нет Южный Переславль это нет нет он входил значит Значит, в то время Переславль в то время входил, подчинялся епископу Смоленскому. В общем, подчинялся Переславль в то время, подчинялся епископу Смоленскому. Это была единая кафедра. А в то время в Переславле уже сидел внук Мономаха. И Мономах очень хотел сделать там кафедру отдельную, Переславскую, чтобы она была независима от Смоленска. И на этой почве Никита с Мономахом поругались. Потому что он отправил епископа, а Мономах запретил. И поэтому удалось только когда Мономах умер, то Мстислав исполнил волю отца и допустил этого Марка епископствовать Переславль. То есть мы видим, что митрополит Никита вошел в некоторые противоречия с властью. Это уже говорит о том, что была задача укрепления митрополии, постановка епископа. И пошла эта задача отдельно от укрепления государства. Абсолютно верно. И мы видим, чем это кончится. Следующий митрополит Михаил II и какой будет смута его отстранения. И там целое уже по этому поводу мы посмотрим. Давайте посмотрим. Очень интересно, батюшка, спасибо. Я думаю, будет кому-то интересно. Я надеюсь тоже, да. Ну, по крайней мере, еще раз повторяю, мы пытаемся исследовать только какие-то достоверные исторические факты. Ну, и мы можем ошибаться в чем-то. Да, в чем-то может быть вполне ошибка. Пожалуйста, претензии. Да, тем более, что в любом случае даже сведения эти настолько противоречивы часто бывают, что взвешенно надо подходить с информацией с одной колокольни и с другой колокольни. Мне понравилось, что мы тут в режиме онлайн исследовали вопрос о аэрополке. Да, 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 вспомнили. Как бы раз, раз, раз. И, наверное, все-таки, скорее всего, иерополк Святославич. Вот смотрите, за сто лет этот митрополит. Это мысль, видно, была его. Именно обратоубийство. Да, но не Борис, тут же Борис и Глеб сразу же. Да, да, да. Ну, что ж, благодарим наших зрителей и надеемся на новую встречу и интересную беседу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.